Всем добрый день! Это канал Детокласс. С вами Андрей Щетников. И сегодня я хочу поговорить о задачах по физике. Ну, понятное дело, что чтобы научиться решать задачи, приходится решить их довольно много, чем люди занимаются сначала в школе, особенно если учатся в физмат-классе или физмат-школе, а потом еще на младших курсах университета. Но я хочу поговорить об особых задачах, которых, в общем-то, и человек решает за время обучения, может быть, всего там десяток другой. Но это задачи, которые не просто как бы вот наши знания приращивают, но мы сами меняемся, когда их решим, потому что помаемся сначала над ними достаточно долго, а потом у нас что-то такое щелкает и открывается. И вот задача, которую я сейчас буду обсуждать, она как раз из этих. Я учился то ли в девятом, то ли в десятом классе и занимался в заочной школе при МФТИ. И в наборе заданий по оптике была такая задачка нетрадиционного, непривычного вида. Вот у нас имеется предмет АБ и вот имеется его изображение АБ. А требуется по изображению предмета, по предмету изображению построить линзу, найти ее плоскость, найти главную оптическую ось, найти фокусное расстояние. Ну и в этом месте, наверное, чтобы действительно вас заинтриговать, я бы предложил попытаться вам сначала решить эту задачу самостоятельно. И про себя я скажу так, что она у меня отняла не один час и даже не один день. Я долго над ней маялся, пока у меня наконец через там несколько дней, а может быть даже через пару недель не щелкнуло что-то. И я вдруг меня не осенило, я не догадался как это делать. Ну в этом смысле и вы можете сделать то же самое. Выключить сейчас ролик, помаяться над этой задачей, а потом когда-нибудь, когда решите, ну или в конце концов, когда не решите, если уже скажете, не могу, посмотреть на мое решение. Так что сейчас я объявляю для вас перерыв. Ну а теперь, собственно, о решении. Ну первый ход я, конечно же, сделал сразу. Понятное дело, что если провести луч, который соединяет Б и Б штрих, кстати, не важно, что предмет, а что изображение, они взаимны друг до друга. А другой луч, который соединяет А и А штрих, два прямых луча, они не преломились, то понятно, что вот эта точка пересечения лучей, она как бы линза проходит через нее и вообще и главная ось проходит через нее. В этом месте, ну в настоящей линзе, ее плоскости параллельны. Преломление не произошло. А проблема, ну дальше, то есть плоскость проходит как-то вот так. А как она проходит? Вот в этом месте у меня и началась маята. И долго, как бы, какие-то линии я проводил. Не поймешь, какие линии проводить, потому что неизвестно, где плоскость. Мы же привыкли прямую задачу решать. Провел линию через фокус, как вот эти, как они называются, какие-то там лучи. А вот такую обратную задачу по построению линзы. Она непривычная. И щелкнула, когда я понял, что надо рассмотреть вот такой луч, который идет через А и через Б. Обычно мы таких лучей не рассматриваем, потому что в привычных задачах предметы изображены параллельной плоскости линзы и такой луч параллельной плоскости линзы идет. А здесь проведем такой луч и проведем вот эту прямую, которая через А штрих и Б штрих идет. И найдем точку их пересечения. И смотрите, если свет шел через А и Б, то где-то, преломившись в этой точке, он потом и пойдет через А штрих и Б штрих. Вот это и есть то, до чего надо было допереть. А значит, у нас есть одна точка, которая принадлежит плоскости линзы, другая. И мы можем саму эту плоскость линзы провести. Собственно, это и есть главный шаг в решении. Потому что потом ты немедленно говоришь, ну следовательно, главная оптическая ось идет перпендикулярно плоскости линзы. Проведу ее здесь под прямым углом. А следовательно, дальше шуруешь так, как тебя приучили. Луч проводим параллельно главной оптической оси. Например, через Б он преломляется и идет в Б штрих. И вот у нас фокус. Ну, в обратную сторону сделаю так. Проведу снова параллельно главной оптической оси. Проведу сюда. И вот у нас фокус с другой стороны. Ну, если бы и через А делал, то получил бы те же самые точки. Ну, и решение получено. И еще раз я хочу сказать, то с чего начал. Что вот, когда такую задачу решишь, то у тебя каким-то образом все представления твои об оптике, о геометрической оптике, о том, как происходит ход лучей, они очень сильно упорядочиваются, даже если ты систематически вроде бы до этого предмет изучал. Но вот здесь ты чувствуешь, что ты его по-настоящему освоил. Ну, по крайней мере, тебе так кажется. Ну, спасибо вам за внимание. И всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok